так здравствуйте уважаемые вот небольшая инструкция по монтажу кассет которую мы вам прислали для монтажа вывески сейчас мы покажем как правильно загибается край у этой кассеты типа крайне кассета широкий на 45 клапана и вырезаем вот эти углы сначала чтобы согнуть и а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается у них будет стартовая, допустим. Если слева направо, то справа налево. Просто берем, загибаем. Под прямым углом. Просто ручками. Да, просто ручками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коробочкой. Вот. Вот такой угол аккуратный получился. Аккуратный угол. Нужно резать. Нужно резать переглой посередине фрезеровки. Посередине фрезеровки. Тогда получится такой аккуратный стык. При желании можно еще взять просто сверло. И потом уже на готовой кассете вот так ее загладить. Алюминий. Чтобы он аккуратно смотрелся. Вот так. Вот это клапан стыковочный. Он будет посередине. То есть вот так берем, на раму его надеваем. Тут немножко больше, можно подрезать. То есть вот о чем идет речь. Подрезать под каркас. Там у них узкие, они не должны просто доходить и туда вглубь не проваливаться. То есть там уже рассчитывается фрезеровка. Не подходит, можно подрезать. И одевается. Видите, да? Подбиваем ее. Подбиваем ее хорошо. Чтобы стык потом был ровненький. Вот, снизу на заклепки. Чтобы было красиво. Заклепки. Ставим. Берем заклепочник. И получается аккуратная клепочка. Заклепки. Это сверлию. Сверлить надо, если заклепка не ходит. 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 То есть сначала вверх закрепить. Кассеты отфрезерованы с припуском, чтобы на неровности каркаса. Поэтому там еще внутри расстояние, запас есть. То есть кассеты не туда надеваются, свободно. Отлично. Ну вот, примерно так вот. Потом стык. Стык точно так же вырезаем. Вот, смотрите, видите, мы сейчас вторую кассету, которая примыкает. Их между собой крепить не надо, потому что метра достаточно, жесткости, ребер жесткости достаточно, чтобы оно не прогибалось. Если больше, то тогда между собой крепится. А в данном случае не надо. Точно так же на заклепки. Точно так же на заклепки. Точно так же на заклепки, на саморезы с верхней части. Так что это самое. Вот такой процесс. Все это придется делать, если каркас не повесили, на земле. То есть там придется, вот допустим, кассету ставить. Один человек слева, второй справа. Оттуда поддавливаешь, чтобы здесь щек как можно меньше была. И все, на саморезы крепят сначала вверх, потом низ на заклепки. Но это все наверху делать. Ну да, с вышки они будете делать. С вышки, с вышки, да. Еще сейчас тут нюансик будет один. Когда кассету поставят, следующую, вторую, там может быть такой нюанс один. Что кассеты, они же под своим весом прогибаются. Вот этот вот сгиб. То есть она сюда свисает. То есть между кассетами может образоваться только перепад, ступенька. Вот ее лучше регулировать под кладушками. Теми же, допустим, кусочками композита, которые вырезали уголки. Да, можно это же сделать. То же самое. То есть подкладывать вверху. В верхней части. В верхней части. То есть под полочкой. Прежде чем прикрутить на саморез, надо посмотреть, как это будет выглядеть. Чтобы ступеньки делали, вот здесь. Нужно подогнуть ее немножко. Или подкладывать и положить сверху. Просто вот такой кусочек пластика можно или композита взять. И туда подложить сверху. Ну, то есть с верхней части. В верхней части. То есть это вот надо быть. Вам все понятно, что это обучающее видео. Понятно, что на весу было сложение. Конечно, что это делать. Нежели это на столе. Можно вот так подложить. Вот, подложили. Все, она выровнялась. Да, и точно так же на утере. Понятно. Ну, все, в принципе, да? Ну, да. В принципе, все. Все. Выворезет. Саморезет. 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 Ну, вот такая вот конструкция. Будут вопросы, звоните. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...